Ну что, следующий вопрос. Вопрос от Ольги Четыриной. Тут короткий вопрос. Возникают ли у вас сложные вопросы, задачи, ситуации, и какими для вас привычными инструментами вы их, я уверен, с легкостью решаете? Спасибо. Спасибо. Но я, понятное дело, имею большое количество всяких разных задач. Я и пишу книги, и руковожу лабораторией, и занимаюсь созданием курсов, марафонов и так далее. То есть у меня много больших задач. Пару сотен людей, которые являются моими сотрудниками. И, конечно, возникают самые разные. Где-то проблемы, где-то сложности, где-то перегрузки и так далее. И, конечно, для того, чтобы справляться с этими задачами в таком объеме, в одной моей лаборатории научной более 50 проектов идет одновременно, поэтому это сложная штука. Но если вы знаете, как работает ваш мозг, каковы инструменты, которыми вы можете управлять своей психической деятельностью, можно справляться с самыми серьезными нагрузками. Я не скажу, что со всеми, но все-таки здесь у нас много возможностей и большой потенциал. И прежде всего это, конечно, принцип доминанта. Когда мы хорошо понимаем, как работает принцип доминанта, и каким образом формировать доминанта для того, чтобы сконцентрироваться на реализации как раз той деятельности, которая сейчас является для вас приоритетной, как подгрузить в мозг необходимую информацию для того, чтобы создать эту тяжесть внутри головы, чтобы эта доминанта действительно стала настолько мощной, что она вас быстро переключит на новую деятельность, на другую задачу, это очень эффективный инструмент для решения при такой нагрузке для того, чтобы справляться с ними и делать эту работу вовлеченно и точно так же иметь возможность переключиться, потому что если у вас большая нагрузка, вы должны уметь отдыхать, то есть вы должны уметь быстро переключиться с такой нагрузочной работы, когда вы удерживаете в голове много интеллектуальных объектов, решаете достаточно объемные интеллектуальные задачи, учитываете большое количество фактов. Вот такая способность переключиться, остановить этот мыслительный поток и переключиться на отдых, это навык, который формируется. Мы можем научиться управлять своими доминантами, усиливать их. У меня есть такое понятие, например, информационные доминанты, которые я разработал, и для того, чтобы нам быстрее сконцентрироваться на какой-то задаче, мы учимся подгружать необходимые факты, какую-то информацию в голову. Информация — это не флюиды, это тоже активность нейронов, и чем больше у вас нейронов активизируется вокруг соответствующие доминанты, тем этот нервный центр становится более тяжелым с точки зрения конкуренции с другими нервными центрами, и он быстро вас способен переключить с одной работы на другую, с одной задачей на другую, и обеспечивает таким образом достаточно высокую степень эффективности. Хотя, в целом, когда мы работаем с какими-то сложными интеллектуальными задачами, я считаю, что надо максимально качественно организовывать время, с тем, чтобы минимизировать вот такие необходимости постоянно переключаться перед задачей, поэтому тайм-менеджмент, введение графика, определение, что в какие периоды вы будете делать, борьба с цифровым навязчивым потреблением — это вот все составляющие такой высокой эффективности. И, конечно, нужно сохранять максимальную живость ума для того, чтобы всегда быть готовым к перестройке своих существующих интеллектуальных, по крайней мере, привычных стереотипов, потому что, когда ваша задача заниматься какой-то креативной деятельностью, исследовательской деятельностью, когда вы создаете что-то, то в этом случае вам нужно всегда формировать новые динамические стереотипы, под то, что вы создаете, и такая пластичность, перестройка этих динамических стереотипов — это одна из таких важнейших вещей. Ну и плюс, конечно, я понимаю, что думает во мне мозг, а не я сам. У меня нет по этому поводу никаких иллюзий. Мое сознание только озвучивает ту работу, которую мозг произвел. И задача состоит в том, чтобы те ресурсы мозга, которые отвечают за эту подсознательную работу, и создают значение, по сути дела, смыслы, чтобы их уметь правильно и эффективно схватывать за счет знаков, за счет слов. Собственно говоря, этому мы обучаем. В частности, у нас есть специальный курс, называется «Факт-карты». У меня книжка недавно вышла «Факт-карты для бизнеса», где я показываю, как эта штука работает. На мой взгляд, именно знание этих механизмов я не могу похвастаться ни хорошей памятью, ни какими-то особыми талантами, но умение оперировать собственным мозгом позволяет решать задачи и справляться с достаточно напряженными ситуациями.